коллеги всем привет сегодня 5 ноября четверг ну что ж пришло время уделить больше внимания ситуации с альткоинами получаю больше запросов вопросов с соответственно и вопросительными знаками да и вопросительный плюс восклицательный знак о ситуации с тем что происходит с графиком доминации btc о том что происходит с графиком капитализации альткоинов что вообще в целом происходит с альткоином никто ничего не понимает хотя меня это немного расстраивает потому что все заранее своевременно записывается и все свои мысли озвучиваю и многие даже ругаются почему я их озвучиваю неоднократно а многократно да то есть повторяю одну и ту же информацию что в телеграме что в ютюбе по несколько раз вот поэтому сегодня предлагаю пройтись от а до я о том что было что стало какие прогнозы и так сказать с этапа отработали почему отработали вот выделить на это время ну и соответственно о том что есть сейчас и а что а что есть сейчас опять же отработал еще один прогноз именно который касается доминации биткоина да это достижение нисходящей трендовой линии в районе 65 плюс я расскажу почему сдвинулись показания на графике доминации биткоина почему мы были здесь до зоны 58 61 была здесь теперь она здесь в общем все сдвинулось и на графике капитализация литкоинов тоже самое официальный ответ от trading view я вам покажу в общем усаживайтесь поудобнее включайте ускоренный режим если хотите 1.25 1.50 кому как удобней посмотреть желательно от начала до конца внимательно что-то можете записать опять же как показывает практика кто внимательно слушает возможно кто записывает они остаются либо в плюсе всегда либо соответственно по крайней мере не теряют вот ну тем более на шар так до bitcoin опять уже в третий раз наказывает шартистов соответственно по одному и тому же сценарию в telegram канале заметку на этот счет оставил с нет с таким можно сказать юмором дань кто поймет кто нет ну не суть вот по биткоину коллеги сразу видеобзор актуален bitcoin цель 30 тысяч 25 тысяч плюс это глобалка это недельный таймфрейм это месячный таймфрейм посмотрите его сегодня если вы это за видео смотрите посмотрите его завтра посмотрите его в декабре в ноябре январе она будет актуально я считаю ну до тех пор пока 30 тысяч не настанет поэтому неважно когда вы включили данное видео неважно когда вы смотрите это видео если 30 тысяч долларов за bitcoin еще нет то актуален его просмотр так что у нас еще а еще конкурс давайте в очередной розыгрыше доступ закрытый канал давайте на этот раз на 4 месяца сделаем да и соответственно условия простые подписаться на youtube канал трейдер 80 на 20 оставить любой комментарий к этому видео вот и соответственно желательно даже не желательно обязательно подписаться на telegram канал трейдер 80 на 20 ссылка будет в описании опять же повторяюсь я видео могу записать раз в неделю могу записать два раза в неделю могу чаще могу реже какие-то уточнения напоминания обновления все в telegram канале все в telegram канале вот поэтому заходите подписывайтесь по выборам тоже проходимся по новостному фону проходимся по фибоначи трендовые зоны сбаланса все есть в telegram канале обязательно подписывайтесь так и у нас был еще конкурс получается в прошлом видеоролике определю победителя в конце этого видео коллеги если не забуду если забуду то сниму отдельно видео с розыгрышем бывает такое что забываю вот недавно забыл да соответственно отдельно видео вам записывал вот поэтому определим победители я думаю в конце этого видеоролика тайм-кода будут прикрепленном комментарии так ну и последнее я уже написал в telegram канале о том что крупнейшая криптовалютная биржа южной кореи бит хамп я думаю все и знают выходит на российский рынок и предлагают всем желающим бонусы на первое пополнение баланса 5 usdt от 100 долларов да и соответственно 10 usdt за торговый объем 200 usdt вот эта акция она будет доступна с 5 ноября по 18 ноября на платформе есть абсолютно все виды торговли это spot это маржа это smart токены это стейкинг это майнинг это стейджинг кто знает тут поймет здесь есть абсолютно все известные нам альткоины здесь есть альткоины которые не торгуются нигде ну и соответственно defi здесь отдельная абсолютно вкладка да вот здесь есть также мобильные приложения что ios что android да ну и соответственно можете перейти на сайт прочитать правила прочитать услуги которые доступны также можете обратиться в поддержку если у вас есть какие-то пожелания допустим по русскому языку по русской раскладке русский язык можно поменять в правом верхней части ну и соответственно здесь торговать вы возможно правую часть самой не видите ну кто зайдет по ссылке тут я думаю разберется ссылка активно на эти бонусы находится в этом тексте до зашито и в этом тексте плюс в описании к этому видеоролику также оставлю ссылку так ну что ж погнали будет сложно но я думаю все возможно да опять же повторяюсь если есть вопросы пишите в комментариях давайте начнем от простого к сложному а первое давайте разберемся с графиком биткоин доминации и капитализации альткоинов почему все сдвинулся пруфы скажите вы где пруфы ребятка ли видеоролик о 24 августа двадцатого года помните да ну я сейчас про прогноз не буду говорить зона 58 61 процент находилась в этом месте видеоролик записывался 20 получается 24 августа да вот и мы тогда коснулись этой зоны верхнего границы то есть я эту зону не менял 58 61 посмотрите на эту проторговку вот эта проторговка та же самая да давайте когда там 24 августа сейчас секунду смотрим 24 августа вот получается 24 августа вот здесь вот здесь мы коснулись не нижней границы не вот этого места а верхней границы еще раз показываю смотрите видите да видеоролик 24 августа мы коснулись верхней границы вот проторговка вот проторговка а здесь мы ушли ниже что случилось ребят был перерасчет перерасчет графиков соответственно капитализация альткоинов вот вам ответ телеграме я задавал выкладывал ответ я задавал вопрос трейдинг вью здравствуйте подскажите пожалуйста в связи с чем изменились данные значения total 2 капитализация альткоинов и btcd то есть доминация btc есть какое-то объяснение перерасчету не так давно данные были совсем другие сейчас как пример total 2 плюс 8 миллиардов ну примерно до добавили в расчет капитализации каких-то альткоинов или что ответ на скриншоте официальный ответ от сотрудника trading вью добрый день спасибо что написали нам мы обновили компоненты индексов и сейчас они содержат актуальные монеты честно говоря какое-то время состав компонентов не обновлялся индексы считались не совсем корректно total 2 отражает капитализацию топ 125 монет можете себе записать запомнить за исключением btc но это понятно total 2 это капитализация именно литкоинов btcd содержит топ 100 монет учитывает топ 100 монет можно сказать да и когда список топ монет меняется график перерасчитывается пересчитывается точнее сейчас индексы рассчитываются правильно и мы работаем над аджастом исторических данных не помню что такое аджаст ну умное слово я думаю все понимает очень произошел перерасчет я так понимаю еще было и тезера добавили плюс 8 миллиардов да скорее всего это учли поэтому здесь все сдвинулось то есть доминация биткоина сдвинулась ниже капитализация альткоинов сдвинулась выше то есть стало больше потому что опять же альткоинов стало больше там ну плюс-минус на 8 миллиардов так ну давайте что делать с этой зоны по сути ее надо менять в прямом эфире давайте кто-то сейчас вообще не понимает о чем речь что за биткойн доминация вообще что ты творишь ребят посмотрите видео от начала до конца я просто опять же обновляю информацию которую уже озвучил который ребята которые знают да график доминация биткойна сейчас все будет минутку давайте перейдем график порядок я считаю что можно сдвинуть примерно как вот примерно как это было здесь да когда мы касались до 24 августа вот этими тенями именно верхней границы поэтому я беру эту зону и просто ее сдвигаю вниз где там эти тени вот эти тени вот они и делаю так как это было тогда но я реша я вот решил так поступить таким образом да то есть мы так или иначе попадаем на какую-то значимую зону даже с учетом этого перерасчета и оставляем так нисходящая трендовая я все проверил там ничего все актуально да вот она нисходящая трендовая строится по двум этим хаям вы можете построить здесь был тест здесь у меня были прогнозы еще марте двадцатого года во время пика кризиса о том что альтезон возможен да с остановкой приблизительно в этом диапазоне до 58 61 сейчас эта зона 57 тире там 58 59 можно так сказать с учетом перерасчета вот и соответственно после того как целевая зона была достигнута я также записывал видеоролики да это было и здесь это было и уже позже это было и в telegram канале о том что тест нисходящий трендовый вопрос времени то есть записывал видео и говорю то что здесь все ребят пришли увеличенная так сказать вероятность того что альтезон либо закончен да либо соответственно он на время так сказать остановлен до до тех пор пока мы не увидим какую-то с вами коррекцию по коррекции я вам называл отметки в крайне 65 процентов доминации биткоина с еще потенциалом выхода то есть вот здесь у всех у кого много было альтов альткоинов с хорошими прибылями да я рекомендовал все-таки фиксироваться вот мы здесь поторговались ну и по факту дошли до нисходящей трендовой линии дальше что делать с этой зоны наверное спросите вы в комментариях так или иначе ну ребят я пока что и предварительно пока на глаз на глаз я скину вот на эту проторговку на эту зону дисбаланс это пока будет на глаз возможно я так и оставлю приблизительно но с таким же с учетом перерасчета и так далее я на это уже потратил часть времени если я сейчас буду объяснять мы с вами минут на 70 дольше останемся так вот получается актуальный график доминации биткоин а трендовые линии синяя восходящая черно восходящие исторические которые идут из восемнадцатого года по сути они сейчас актуальны или нет ну скажу так что вот ну до первого теста они актуальны до до первого теста синяя уже не актуальна она не имеет никакой силы я и сейчас окрашу прозрачный цвет а даже при обновлении high если биткоин номинации дает в район 75-80 процентов то в любом случае трендовая уже не будет иметь никакой силы то же самое касается вот этой локальной восходящей трендовой которая касается вот этого восходящего тренда по значению биткоин номинации с апреля девятнадцатого года по август девятнадцатого года я его тоже убираю текст я уберу здесь повторяюсь аль сезон начался как раз таки после того сетапа да это тест нисходящий трендовый которым также писал в телеграм канале здесь мы пробиваем вот эту восходящую трендовую до который уже пробили и достигаем целевую зону 58 61 на тот момент сейчас 57 но там 59 пусть будет так вот после этого мы увидели рост по биткоину сейчас есть снижение по факту по литкоин а многие недоумевают как так почему биткоин растет альткоин снижается ребята кто недавно на рынке тот удивляется кто на рынке хотя бы пару лет хотя бы три года ну может быть четыре года я не знаю у всех все по-разному разный опыт наблюдение за рынками анализом и тогда кто вообще не анализирует рынок просто балды покупает продает да кто-то вообще на эйфории покупает на панике продает процентов 90 людей но скажу так польте как бывает ну давайте примитивно без всяких там умных презентации как это некоторые делают слайдов и так далее бывает bitcoin растет альта тоже растет да соответственно бывает bitcoin растет альта либо падает да либо соответственно стоит на месте я уже молчу про шиткоины шиткоины там тем более к биткойна не сто процентов падают да очень сильно падают а топовые монеты они более-менее устойчивы к росту доминации биткоина кстати на рост доминации биткоина я сказал также о том что желательно оставаться в топах то есть предпочтение отдавать топовым альткоином потому что они не так сильно просядут что мы видим допустим на примере на примере того же лайткоина эфир который просто стоит да и соответственно не падает вот а есть ситуации ну как сейчас да опять же я еще раз повторяюсь то что биткоин растет альткоины пока не растут и какой вариант какие варианты здесь разводки то есть давайте но просто примитивно да я думаю никто не обидится это b это биткоин по английской буквы b и давайте сейчас а давайте первый вариант альткоины во первых альткоины если стоят что делать на данный момент я прокомментирую ситуацию наперед это как бы спойлер опять же повторяюсь наперед я считаю что сейчас если у вас какая-то часть в альткоинах есть то есть вы уже какую-то часть закупили относительно тех же моих обзоров дабу график капитализации альткоины допустим я считаю что вот прям увеличивать докупать на все оставшиеся деньги или нести деньги из реального мира из реальной жизни кредиты брать покупать на все альткоины не стоит категорически не стоит почитайте что такое лудомания почитайте что такое фома просто включите голову я считаю что не стоит объясню почему для кого-то будет убедительно для кого-то нет на истинно последней станции я не претендую всех людей свое мнение у вас есть какая-то часть альткоина согласно доминации точнее согласно капитализации альткоин допустим вы откупали по моим рекомендациям либо раньше откупали не продавали у вас процентов 50 сейчас в юсдт да надеюсь надеюсь хотя бы 50 процентов у вас в юсдт у кого-то 40 ну хотя бы 40 да но не меньше вот стоит ли эти деньги вливать сейчас в рынок я считаю что нет давайте объясню почему зайдем на bitcoin мы видим с вами рост вот сейчас рост идет без коррекционный но можно сказать последняя точка входа в лонг было здесь от зоны ну ладно сейчас про bitcoin не будем в общем без коррекционный рост по факту происходит еще с 3 октября да ну это слабая коррекция не суть коррекции нет это дневка смотрим недельку а без коррекционный рост все свечи но у вас зеленые да давайте на чистый график перейду у вас зеленые у меня это черно-белые свечи белые свечи это бычьи черные это медвежьи коррекции нет что может произойти переходим на обратно на наше с вами полотно так сказать да вот сейчас альткоины стоят либо ну откровенно говоря слабо растут стоит ли докупать на всю котлету так сказать оставшиеся из деталькой но я считаю что нет оставьте вот эту часть но я бы так сделал оставить вот эту часть на случай если альткоины начнут догонять биткоин и остаток 40 50 60 у кого как повторяюсь да все индивидуально опять же у кого-то 1000 долларов депозит у кого-то 10 у кого-то 2 миллиона долларов лежит оставшуюся часть usdt я рекомендую и да и соответственно я я так делаю я так всегда делаю до соответственно четыре года я оставляю везде почему потому что если bitcoin пойдет на коррекцию то альткоины которые сейчас стоят либо не немножко растут до либо там неуверенно растут ли вообще падают они упадут еще сильнее а ситуация когда bitcoin падает корректируется на недельном огнем на таймфрейме альткоина к usd и usdt растут я не припомню то есть я не припомню чтобы bitcoin bitcoin падал альткоины росли к usd usdt bitcoin были ситуации там я сейчас не буду вдаваться какие-то единичные ну можно сказать можно сказать единичный случай да когда шиткоины пампили к битку когда топы пампили к битку хотя у топов к битку уже давно нисходящий тренд он практически у всех альткоинов и у шиткоинов но тем не менее практически у топов всех вот но тем не менее допустим ripple кстати к btc там был нисходящий тренд и сейчас мы обновляем лаи достигаем целевые зоны которые были озвучены ранее но про ripple опять же позже вот то есть биткоин идет на коррекцию альткоины не растут они не будут расти для кого-то эта информация очевидна пожалуйста люди ребята коллеги которые не первый день на рынке пожалуйста ну потерпите да немного я сейчас объясню к возможно кто-то из новеньких смотрит видео вот поэтому у вас должен быть кэш у вас должен быть кэш почему должен быть кэш потому что если вы уже произвели закуп либо недавно альткоинов либо сейчас либо вчера либо позавчера да соответственно либо вы уже в каком-то плюсе но незначительным для вас вот эти деньги вам нужны для того чтобы для того чтобы доформировать позиции прежде чем ну рынок грубо говоря развернется на восходящий тренд польте то есть подстраховка а зачем это нужно не знаю какой какой сейчас цвет будет давайте 40 это нужно для того чтобы сделать вот такую ситуацию вин-вин кто в теме тот знает вин-вин что это значит чтобы вы в любой ситуации были выигрышные выигрышном положении альткоины ваши сейчас который у вас есть если они растут если они завтра начнут расти вы будете соответственно получать какой-то профит кто-то возможно будет выходить из просадок по некоторым позициям это нормально по некоторым позициям вы будете выходить в плюс кто-то в больший плюс на который надеялся да соответственно кто-то меньше но не суть если альткоины да соответственно начнут падать если биткоин пойдет на коррекцию сегодня-завтра там после достижения 20 тысяч 15 тысяч если вот прямо сию секунду биткоин начнет валиться альткоины к usd как я уже сказал процентов 99 и 9 тоже начнут валиться вы оставшийся кэш который выделяли повторяясь который выделяли по плану вашего инвестирования на альткоина продолжите инвестировать это очень тонкая грань то что я говорю между планированием и опять же повторяюсь фома потому что кто-то возможно неправильно воспримет мою информацию и скажет дим альткоины упали корреца по витку я по самые помидоры вот прям по самый кредит еще набрал тачку продал квартиру заложил в альткоинах когда будет ту зиму я сторонник системы то есть я сторонник того чтобы деньги как сказать те которые были на криптовалютном рынке во первых вы их могли в самом я не знаю в самом худшем случае все потерять это будет больно но если у вас такая ситуация что вы теряете все деньги допустим криптовалютная биржа скамится на которой у вас допустим все деньги хотя я тоже не люблю так чтобы на одной бирже были все деньги данных которые вы торгуете инвестируйте и так далее выводите холодные кошельки онлайн кошельки как exodus холодные там 3 трежера эти как он называется она на ledger xs вот я за это больше до диверсификации называется почитайте пожалуйста что это вот на чем я остановился в общем нет это не знаю что нужно закупаться на всю котлету и на ту котлету который у вас соответственно влияет на вашу жизнь это те деньги которые вы можете потерять самом худшем случае да это будет больно но вы должны это пережить плюс эти деньги я считаю что нужно делить на разные цели первое допустим часть это долгосрок это просто инвестиции которые вы вкладываете вальткоины на панике сейчас идет первая волна паники на мой взгляд и будет максимум 2 и 2 часть это деньги допустим на краткосрочную торговлю на скальпинг на среднесрочную торговлю торговлю внутри недели в общем на активный трейдинг вот и возможно третья часть да если вы допустим на три части делить это вот прям совсем долго срок это холодные кошельки это покупка битка на панике покупка всей крипты исключительно на панике я считаю что инвестировать исключительно нужно на панике, а не во время эйфории, вот, и эти деньги вы 100% вообще не держите на биржах, а держите именно на холодных кошельках, оттуда выводите и фиксируете просто прибыль, у меня эта цифра 200-500%, я только в этом случае перевожу, фиксирую и вывожу кэш, то есть не бывает такого, что я что-то зафиксировал, потом проходит 5 минут, это продолжает что-то расти, я докупаюсь, потому что мне там жахнуло фома в голову, естественно нет, вот, то есть система, заговорился, возможно для кого-то это сейчас информация была новой, для кого-то полезной, для кого-то вообще не полезной, не новой, а просто самой элементарной, по-разному, да, публика разная, аудитория разная, в общем, давайте всем не угодишь, в общем так, давайте, моя позиция в двух словах, я считаю, что те литкоины, которые у вас есть, которые вы покупали там, условно говоря, вчера, их можно оставить, и кэш, который выделили заранее на просадку, то есть на возможный дамп рынка, да, потому что по факту биткоин сильно не скорректировался, да, была коррекция максимум 23,6 по недельному таймфрейму, посмотрите, повторяюсь, опять же, видеоролик, который снял недавно, вот, биткоин, цель 30 тысяч, да, вот, там цель отработала на недельном таймфрейме, цель была 14 тысяч долларов, ну, если без погрешности, там, 14,5 тысяч долларов, сейчас биткоин не остановился, идет уже цена 15 тысяч долларов, самые, в кавычках, умные начнут покупать на текущих, в общем, на чем можно сделать вывод, уже, наверное, третий раз делал вывод, повторяюсь, мне немного сложно скомпотовать эту информацию, для меня она 150% понятна, для каждого из вас она не будет понятна, потому что для кого-то, опять же, требуется всегда повторять, для кого-то достаточно одного раза, поэтому давайте еще раз скажу, считаю, что стоит оставить часть альткоинов, часть альткоинов, часть USDT также оставить в портфеле, почему, вообще, в целом, на руках, почему, потому что на битке у нас нет коррекции, да, и первая же коррекция альткоина к USD, USDT, они начнут снижаться, что касается цели на дамп, коллеги, цели на, сейчас уходим уже от BTCD, возможно, вернемся, коллеги, цели на дамп, следующая часть видеоролика, это капитализация альткоинов, цели на дамп я предоставлял, опять же, заранее, когда мы подходили уже к отметкам 160, ну, приблизительно, там, вот к этим отметкам, да, соответственно, цели были куда ниже, здесь тоже все сдвинулось, так, ну, здесь я применил Fibonacci на недельном, точнее, да, 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 на недельном таймфрейме, да, и эту Fibonacci я вам показывал многократно раз, 7 сентября был видеообзор, вы видите на экране, да, то, что раньше значения были 107-114, также в телеграм-канале подтверждала информацию о первой зоне дампа, это 107-114, сейчас видим зона 61,8 на недельном таймфрейме от лоя 22 июня 2020 года до хая 10 августа 2020 года изменилась, да, то есть здесь получается не 107-114 миллиардов, а 114-122, то есть плюс, ну, я округлил меньшую сторону, можно в большую, давайте, пусть будет меньше уже, плюс 7 миллиардов, вот, то есть эта зона была достигнута, а о дампе, о готовности к этому говорил, опять же, повторяюсь, заранее, да, сейчас рынок все еще торгуется вблизи этих значений, что-то, ну, упало сильнее, что-то упало слабее, где вторая волна дампа? Вторая волна, вторая зона для дампа я отмечал 85-95 во всех абсолютно ранних видеороликах по капитализации альткоинов, повторяюсь, опять же, у нас значения изменились, да, в трейдинг-вью мне ответили о причине, 85-95 была, соответственно, вторая зона для дампа, ну, сейчас она изменилась, получается, плюс 7, то есть можно даже не 95, а 92, так, 85-95, сейчас 92-102, то есть 10 миллиардов, даже так, то есть, ну, у меня была чуть выше, на самом деле, чуть ниже, 92-102, вот, то есть сейчас все актуально, по графику капитализации альткоинов все без изменений абсолютно, да, у нас здесь немного испортилась картина, по моему раннему анализу я сейчас, кому интересно, проясню, там буквально за 3-4 минуты, да, и перейдем уже к розыгрышу, к определению победителя, давайте я договорю. Цель 175 миллиардов, она все еще актуальна, я считал и считаю, что глобально рынок настроен на, опять же, на восходящий тренд, вот, об этом я заявлял еще в эти разы, когда была паника, как раз-таки то самое время, когда было нужно покупать, естественно, да, а не продавать и паниковать, соответственно. 175 четко еще не было отработано, 175 и следующая, ну, цель я сейчас на словах скажу, это порядок, порядок капитализации примерно 300 миллиардов, это глобальный отметка капитализации альткоинов, глобально. Волна дампа, соответственно, первая уже, на мой взгляд, была и есть сейчас, сейчас она есть в связи с тем, что растет график доминации биткоина, то есть доминация биткоина растет, да, соответственно, альткоины падают, либо стоят на месте, если говорить о более топовых монетах, вот, и вторая волна дампа, она, возможно, опять же, возвращаясь назад, возвращаясь к той информации, которую я сказал, там, буквально 5 минут назад, на коррекцию биткоина. Соответственно, биткоин сейчас 15 тысяч долларов, завтра он может стоить 12 тысяч долларов, альтак USD просядет, и вторая зона дампа, на мой взгляд, будет всего 2 волны максимум, она, возможно, опять же, в районе, ну, пусть будет 105, я округлю в большую сторону, да, 105-92 миллиарда, то есть график капитализации альткоинов может дойти даже в эти области. Это будут по некоторым монетам новые исторические лаи, по ряду монет, ну, наверное, по эфиру, скорее всего, нет, да, потому что эфир, опять же, стоит вблизи 400 долларов, там особо ничего не меняется, но, тем не менее, я считаю, что каждый из вас должен быть к этому готов. Надеяться на снижение и быть готовым к снижению, на мой взгляд, это разные вещи, потому что большинство из вас, как я заметил, уже на протяжении полутора лет хотят железобетонный прогноз о том, что будет завтра. Допустим, Дим, у меня есть там альткоины, сейчас все в плюсе, как ты считаешь, можно ли все продать и дешевле перезакупить процентов на 50-60? Практически всем отвечаю, я не знаю, ты должен действовать согласно своему плану, согласно системе, если, какой у тебя план? Когда задают вопрос, в основном никто не отвечает, потому что никакого плана не существует. Когда-то купил, повезло, на панике, есть там плюс 30% ко всему депозиту, допустим, долгосрочному портфелю, да, и сейчас уже есть, опять же, факт того, что этот человек пересмотрел кучу видеороликов о том, что рынок будет падать, там, Хамаха, Геворкян, неважно, в общем, все сказали, что вот, все, будет падать, вторая волна пандемии, Байден, допустим, да, хотя, ну, это отдельная тема, об этом тоже поговорим в свое время, о том, что все это развод, двойная вершина и так далее. Насмотрелся этих видеороликов, хочет продать в плюс и хочет сразу поймать самые лаи для того, чтобы, да, соответственно, еще больше денег заработать. Я не Ванга, я сам не знаю, да, вот можно ли так поступить, все продать и дешевле перезакупить. У меня таких, то есть, нет моментов, раньше были в семнадцатом году, да, в восемнадцатом году, сейчас такого нет. Почему? Потому что я четко знаю, что я не знаю, что будет завтра. Как бы уловить, возможно, сложно, да, но не всем. Я думаю, я уверен, даже многие из вас понимают, о чем речь, да, и поняли это своей головой, да, о том, что вангование, оно абсолютно бесполезное, пустое занятие. План – наше все. Твое поведение на крипторынке должно быть четко систематизировано. Ты должен четко знать, что будешь делать, если альткоины, допустим, завтра пойдут серьезно вниз. Готов ли ты к этому или нет? Если не готов, нужно что-то поменять, что-то изменить в своем портфеле со своими позициями. Да, но у многих, многие являются заложниками своей позиции. Зашли они в шорт, и все, топят только за снижение. Хотя на графике явно даже тупо по классическому теханализу видно то, что рынок продолжит расти, да, то, что там восходящий тренд. Вот, зашел ты в лонг, допустим, на хаях, вот, и, соответственно, ты будешь любыми способами видеть на графике исключительно сигналы за то, что рынок продолжит свой рост. Хотя там свечка с огромным, допустим, объемом на продажу на каком-нибудь шиткоине, а ты залетел на самых хаях. Разные ситуации бывают. В общем, заложникам позиции быть очень-очень опасно, да, потому что вы в любом случае будете видеть только тот сценарий, позиция, который вам диктует именно ваша позиция. Вот, поэтому четкая система. Вы должны сегодня быть готовы к снижению, а завтра, и тем не менее, вы должны быть готовы к росту. По литкоинам я в целом позицию озвучил. Кому интересно, давайте озвучу коротко, потому что видео уже идет 30 минут. Я ожидал все быстрее объяснить, ушел немножко в дебри психологию распределения капитализации и так далее, и так далее. Вот это все важные моменты, поэтому давайте коротко. По графику капитализации альткоинов был ключевой диапазон 50-75, 50-75 миллиардов. Фрактал, который мы разбирали во время мартовского дна кризиса, это фрактал со снижением ниже 50 миллиардов на плюс-минус 25%, что было в сентябре 2017 года, что было в декабре 2018 года. И то же самое у нас произошло в пик кризиса, в пик пандемии, то есть в 20-х числах, ну в середине марта, можно сказать, да, 20-го года. Про откуп паники именно в портфель, это не сделки, это портфельные инвестиции, потому что портфельные инвестиции я никогда не забиваю альткоинами, портфель, точнее, я никогда не забиваю альткоинами во время эйфории, исключительно паника, панические настроения. В телеграм-канале писал о том, что, ну, стоит прикупить, покупать, и видеоролики выходили, плюс две зоны предоставил для дополнительных, так сказать, решений. Это при выходе за середину диапазона 62,5 миллиардов, при выходе на 90 миллиардов, при коррекции на нижнюю границу в 75 миллиардов. Здесь также рекомендовал докупить с целью 175, немного не достигли, но, тем не менее, альтсезон никто не пропустил, кто прислушался, у всех должен быть портфель в плюсе, фиксация, USD, USDT, то есть у вас должно быть этого сейчас предостаточно. Не все альткоины выстрелили, я сам заходил в те монеты в качестве сделок, в качестве инвестиций, которые не выстрелили. Допустим, тот же, допустим, тот же ETH Classic, ну, BCH, потому что это топ, тот же EOS, ну, ряд других монет, да, и ряд других монет, ну, большинство монет дали хорошую прибыль, да, что покрыло некоторые там неустойки по портфелю. По среднесрочной торговле тоже есть и фиксации прибыли, пожалуйста, приходите в телеграм-канал, смотрите закрепленные сообщения, здесь вся актуальная информация, здесь есть, кстати, видео классное, посмотрите, силы Fibonacci, вот здесь есть видео, а, здесь есть ссылка о доступе в закрытый канал со статистикой именно закрытия среднесрочных сделок под топовым альткоином, здесь есть статистика рекомендательных приватных видеобзоров по альткоинам за топ-30. В общем, не все, естественно, гладко бывает, я не все позиции закрыл, у меня есть сейчас среднесрочный плюс-минус, и плюсы и минусы есть, есть также и в портфеле тоже самое, да, есть, ну, в портфеле, в основном все в плюсе, потому что я, повторяюсь, на пиках паники откупаю, но, тем не менее, не все всегда гладко бывает, я не ванга, я не знаю, еще раз повторяюсь, я не знаю, что будет завтра, то есть прогнозировать, я считаю, ванговать не стоит, просто нужно придерживаться своего плана. Вкратце я все объяснил по графику капитализации альткоинов, вот с этим диапазоном ничего делать не нужно, вот здесь я изменил, согласно, опять же, прошлому видеообзору, я просто поправил на недельном таймфрейме, на недельном таймфрейме по правилу Fibonacci, у нас все то же самое, только зона сдвинулась со 107-114 на 114-122, видите, да, вот, и все остается без изменений. Первая зона дампа, она была уже достигнута, и сейчас, в принципе, по некоторым альткоинам хорошие цены, да, и вторая зона дампа, она возможна при коррекции битка, этого самого бескоррекционного роста, и снижение в область 103, 90, ну, 105-92 миллиарда капитализации. К этому снижению нужно быть готовым, согласно графику биткоина, и согласно графику доминации биткоина. Возвращаемся коротко к графику доминации биткоина, озвучу свои дальнейшие мысли. По мыслям, смотрите, у нас, ну, случилось, да, то есть, альтсезон, ключевая цель достигнута, окончание альтсезона, вот здесь фиксация прибыли по альткоинам, по портфелю, никакого фома желательно, да, фиксируйте и забывайте, и, соответственно, рост, рост доминации биткоина, снижение сейчас альткоинов, мы достигли первую целевую зону. Первая целевая зона – это нисходящая трендовая линия, сейчас даже был некоторый всплеск, ну, некоторый маленький рост альткоинов у этой нисходящей трендовой. Сказать о том, что вот мы сейчас скальнули нисходящую трендовую на графике 12 биткоина, и вся альта полетит вверх, но, скорее всего, нет. Все-таки были какие-никакие остановки, как это было здесь при тесте, как это было здесь на хаях, как это было здесь, то есть, нервы трепали. Истерика, как правило, была за 70%. Сейчас, на мой взгляд, все еще первая волна, опять же, да, дампа, да, то есть, первая волна, она связана и в целом с тем, что биткоин растет, и связана в целом с тем, что рынок всех альткоинов корректируется, да, и рынок DeFi потихоньку утихает. Вторая волна дампа, она не может быть, на мой взгляд, раньше 70% доминации биткоина. Не может быть. То есть, скорее всего, мы не увидим вот этот диапазон, прежде чем биткоин-доминация не уйдет в район 70%. То есть, выше вот этой нисходящей трендовой. Пробивали ли мы на истории нисходящей? Ну, естественно, если там гадалки не ходи, вот она, вот здесь можно нисходящую построить. Хотя это, понятное дело, другие значения, это как ни крути, там процентов 50 было, там пробой был, а здесь уже все-таки, ну, извините меня, да, 75-70-80 уже попахивает. Конечно, это не одинаковая ситуация, но пробить нисходящую трендовую мы, конечно же, можем. Вот я считаю, что истерика может начаться по льте, вторая паника, вторая, повторяюсь, паника, может начаться, опять же, при тех же там 95-105 миллиардов, график капитализации литкоинов, если смотрите плюс доминацию биткоина, то это 70, ну, может быть, 75, может быть. То есть, это где-то здесь. Коллеги, все на этом. Вопросы, если есть, пишите, если прям какой-то принципиальный вопрос будет, на который я такой, ну, возьмусь за голову, скажу, блин, как так, почему я им не показал, не объяснил это, да, я, соответственно, это выложу в телеграм-канал, подпишитесь на телеграм-канал, оставляйте комментарии к этому видеоролику, участвуйте в конкурсе, да, то есть подписывайтесь, любой комментарий, и вы уже участвуете автоматически в доступе, закрытый канал на 4 месяца. Сейчас, давайте до 40 минут, прошу извините, опять же, респекту, посмотрел с начала до конца, огромное вам спасибо за доверие, за внимание. Сейчас разыграем доступ в закрытый канал, сходя из прошлого видеоролика. Так, погнали. Биткоин, глобальная цель 25 тысяч долларов плюс, вот этот видеоролик, у нас получается 324 комментария, я беру ссылку на данное видео, копирую, вставляю в рандомайзер uncle, в гугле можете найти, и нажимаю рандомайз. Григорий, спасибо за обзор, Григорий, ты победил, напиши мне, пожалуйста, личное сообщение, мой личный профиль есть в описании телеграм-канала. Напоминаю, телеграм-канал, ссылка на него будет в описании к этому видеоролику. Спасибо за внимание, если что-то, так сказать, не понравилось, напишите, я, возможно, опять же повторяюсь, отвечу на ваш вопрос, получилось немножко все равно сумбурно, вот, и, так сказать, сложная была задача, ну, как справился, так справился, как говорится, да, если понравилось, то ставьте лайк, если в корне что-то не понравилось, ставьте, естественно, дизлайк, и, пожалуйста, аргументируйте свою оценку. Спасибо за внимание, доверие, всем пока, успехов, железобетонного здоровья.